Продолжаем проходить Дюну 2. Итак, как я уже говорил, что нет смысла записывать то, как я отстраиваю свою базу, когда я уже закрепился и прошёл начальный этап. И так, я вот уже отстроил всё, в принципе, всё, что мне было необходимо, и поразносил, в том числе, часть своих зданий, потому что оказалось, что я уже превышаю лимит, и мне скоро нечего будет строить, и всякие дела. Так, ладненько. Мы пока что всё ещё пытаемся накапливать силы, хоть я понимаю, конечно, что слишком много с этим затягивать не стоит. Тут тоже, смотрю, есть ещё скрытые локации со спайсом. А спайс мы уже, кстати говоря, практически выбрали со всей карты, его уже совсем мало осталось. Так, ещё нужно постоянно наших теперь направлять в другое место, а то они, блин, будут постоянно ползти теперь близко к врагу, что, разумеется, для нас неприемлемо несколько. Так, ладненько. Ну и, в общем, моя хитрая цель сейчас, моя импровизация в том, чтобы отправить на базу противника СВ мобильный строй двор, и, развернув его, получить доступ к вражеской базе полностью. База противника здесь только одна, поэтому, если мы поднастроим здесь плиток повсюду, мы сможем окружить её цепочкой из турелей, и, соответственно, противники не смогут больше никуда двинуться. Денег у меня полно, их всегда хватит на починку турелей, и, соответственно, наша база станет в безопасности основная. И одновременно с этим... Так, не понял, что нас уже успели сломать, интересненько. Раз, два. Харвестер, три харвестер, четыре, пять харвестер. Нет, все харвестеры на месте, какие странно. Тогда что же мы потеряли, интересно? Пять штук харвестеров. Хм, строй двор тоже на месте. Чёрт его знает, видимо, я просто что-то забыть уже успел. Так, ну ладно. Настрой двор сам по себе можно будет сразу же забить, потому что его как-то бессмысленно спасать. Главное просто развернуть его и построить базу. Благо же, тут урели противника, они не реагируют на вражеские строения. Так, так что можно будет волноваться только насчёт обычных машинок. О, ещё один здесь спрятался в темноте, так чтобы его не видели. Ещё забавно то, что когда обнаруживаешь эти машины, они тут же начинают идти на твою базу. Что они всё это время делали, фиг его знает, чего они тут стояли без дела. Так, в общем, да, но только мы построили хоть одну плиточку, мы уже готовы к захвату всей базы противника. Конечно, далеко здесь не уйдёшь, просто можно вокруг понастроить всякой хрени. Но, тем не менее, вполне можно. И ещё у меня тут есть один прекрасный сюрприз. Хе-хе-хе. В виде ещё трёх дополнительных MCV. И, собственно, на то и был расчёт, что я понастроил побольше строй дворов и смогу, собственно, крафтить по максимуму турельки после этого. Ставить их сразу же по четыре штуки одновременно. Что, понятное дело, сильно облегчит задачу сражения против противника на его базе. Я понимаю, конечно, что это тоже не самая правильная стратегия, но я просто хотел поимпровизировать, так что вы уж извините за это. Из-за этого идут выпендрёжи. Так. Ну, всё. Теперь построить немножко... Заготовить две турели, разумеется. Всё. И понастроить ещё побольше плиток, чтобы убедиться, что у нас тут вся территория в нашем распоряжении. А, да, они, кажется, разъяснили мой строй двор, да? Наконец-то. Молодцы, ребят, молодцы. Так, не зря получаете свою ничтоженную зарплату. Ну, благо, что, опять же, постройка плитки не требует абсолютно никакого наличия базы. Ну, и вообще, сам факт того, что мои таджики ходят и строят здесь у противника буквально под носом, противник на это никак не реагирует, это тоже довольно забавно. Кстати, можно так всю базу ограничить, если постараться. Ну-ка, вот сейчас обнаружил этот танк. Куда-нибудь пойдёт или нет? Нет, не идёт собака. Фико знает почему. Может быть, его нужно обнаружить более, так сказать, очевидным путём? Нет, стоит. Да уж, ох уж, это забавная логика этой игры. Где можно строить урага на базе буквально, обклеивать со всех сторон новыми обоями, и противник, разумеется, на это никак не отреагирует. Ну, типа, ну ладно, строишь, пожалуйста, строй, чё. Нам пофиг. Так. Ну, понятное дело, что разработчики тоже не могли всё предусмотреть, тем более, что это же всего лишь одна из первых подобных игр в подобном жанре. И, разумеется, что здесь всё ещё далеко не отшлифовано, и это может считаться в некотором роде пробой пера. Так. Где там моя плиточка? База, конечно, здесь довольно обширная у них. Если я не ошибаюсь, там находятся как минимум два, понятное дело, завода. Ну, вот, собственно, оба из них я уже и вижу здесь. Так. Главное, разумеется, то, что я могу её всё обклеить буквально. Земли здесь довольно много. Так. Ну и, главное, разумеется, найти бы это всё-таки основной завод. О! Обнаружил машинку, и она всё-таки поехала на нас. Странная, конечно, логика у вас всё равно. Но вот и всё, кажется. Обклеил всё полностью по периметру. Ну, так, это нефиг делось. Просто уж, в конце концов, если я буду проходить все миссии абсолютно одинаковые, это же будет скучно, не так ли? Можно попробовать что-нибудь новое каждый раз. Ничего страшного, ведь в этом не будет. Так. Остался только один вопрос. Как мне строить турельки? Здесь, кажется, спауняются солдатики, судя по тому, что здесь один стоит. Где-то рядом находятся, видимо, бараки. Находятся. Здесь у нас один машинный завод. По идее, здесь как раз и надо строить турели. В общем, где-то в этом месте их надо строить пачкой. Ещё надеяться, что здесь нету ракетниц, которые могут сносить мои турели издалека. Так. Ну, посмотрим. В принципе, всё. Остаётся пока что просто настроить максимум турели и надеяться, что противники не успеют их все посносить. И моя операция не провалится... Не получится абсолютно провалово, так сказать. Не обернётся. Нужно, разумеется, не забывать ремонтировать свои строения. Так. Да, не зря я сработал, конечно, место. При том, что мне всё равно его не хватает. Вон, у меня уже максимум турели практически превышен. Ну и хорошо, ничего страшного. Так. До тех пор, пока на нас не насылают ракетницы, может нечего мне волноваться. Если что, правда, построить где-нибудь поближе. Так. Турельку. Хотя, да, это тоже хорошая мысль. Построить её прямо где-нибудь здесь. Хотя, с другой стороны, ладно. Вплотную строить всё-таки не стоит. Так. К базе. А то она останется всего лишь одна на отшибе. Их нужно строить просто на некотором промежутке друг от друга. Да и всё. Вот, в общем-то, 7 турелек на одной базе противника. И все они готовы к действию. Теперь они будут разносить вражеские хорвестия, которые будут подходить к базе. И так далее. В общем... Да уж. С этой точки можно начинать спокойно штурмовать базу противника. И что ещё более важно, разумеется. Сносить их с завода и попытаться извлечь из этого, собственно, профит, так сказать. Так. Ну, посмотрим, что из этого получится. В общем, попробуем сначала разнести эту турель издалека. И посмотреть, сможем ли мы построить после этого своё здание. Или же мы не успеем это сделать. Если успеем, то это будет наше преимущество. Мы так сможем спокойно зачистить всю базу по кусочкам. Вообще, даже не посылая осадные танки в бой. Потому что осадные танки всё равно отгребут от турелей так и так. Ну, исключив вероятность появления вражеской техники, как таковой, только обычных турелей, мы, разумеется, себе всё равно обеспечили большое-большое преимущество. Так. Ну-ка посмотрим, смогу ли я построить новую базу, ну, то есть новую турель или нет. Так. Правда, да, на том же месте построить не получится, но ведь это и не главное, в конце концов. А ты ж собака, а. Нет, к сожалению, это недоступно всё-таки. Ну что ж, ладно, я пока, например, попытался. Теперь можно спокойно отправлять уже свои штурмовые танчики. Их, правда, довольно мало, но я не вижу в этом особой проблемы, конечно. Так. Ой, стрели мою ракетницу. Ну ладно, ничего страшного. Благо, что у ракетницы всё равно довольно хорошая дальность стрельбы, поэтому они всё равно могут и без меня даже справиться в расстреливании некоторых вражеских зданиц. Хм. Хотя, конечно, этого всё равно мало, нужно ещё посылать. Где-то здесь недалеко должна находиться основная база противника. Мне, конечно, нужно с этим как-нибудь доразобраться. Так. Отступаем пока что. И, наверное, надо расстрелить ветряки, раз уж такое дело. Посмотрим, может быть, у нас обнаружить недалеко вражескую саму основную базу. Так. Не то, чтобы, конечно, правильная позиция при штурме у меня получается тут. Тем более, что я опять-таки... Ага, смотрите-ка, здания можно строить всё-таки. Только именно вместо обычных зданий и вместо турелей. Вот ещё была моя главная ошибка. Так. Ну хорошо, по крайней мере, я с этой ошибкой теперь разобрался. Теперь я знаю, что нужно делать. Так. Строить здесь новую турельку. И тут же ещё строить. И противники таким образом никак не смогут отыграться. И не смогут больше ничего построить против нас. Так. Это, безусловно, очень выгодная тактика получается. Эм, стоп, стоп, стоп. Кажется, мы идём в пустое место, судя по всему. Не нужно, чтобы вы атаковали. Они шли в пустое место. Прекрасно. В общем, теперь всё превращается просто в забавное мясо, судя по всему. Так. Но где находится всё-таки база противника, это ещё серьёзный вопрос. Блин, а. Противники хоть и получают практически полную стоимость уничтоженного строения, но всё-таки это им не сильно помогает, к счастью. Так. Где-то недалеко. А, вот она, наконец-то. Нашли эту долбанную базу. Ну, теперь уже всё оставшееся, это просто время. Это просто немножко времени потребует теперь. Да разносить всех этих гадов, клочья. И, разумеется, строить туретки тоже новые. Всё. Теперь можно больше туретки не строить. В общем, в целом, эксперимент, можно сказать, удался. Не то, чтобы, конечно, совсем идеально, но я, по крайней мере, постарался. Блин. Чего ж ты мою турель-то разносишь, дебил? Ох. Никому доверять нельзя. Все пытаются себе ж напакостить в итоге. Так. Мне нужно больше турелей, скорее всего. Просто на всякий случай. А то их может ещё не хватить здесь. Всего две штуки осталось уже. Вот блин, а. Ну, ладно. Я, конечно, не уверяю, что я смогу придумать что-нибудь интересное для каждой миссии. Это, видимо, просто исключение. Так. Ну, да посмотрим. По крайней мере, сама идея мне понравилась. Хе-хе. Даже без бессмертия всё-таки возможно отправиться на базу противника и занять её вот таким вот нехитрым способом. Или, наоборот, хитрым, если подумать. Так. Хотя, впрочем, мне нужно себя захваливать. Я ещё пока что не выиграл. Хоть и близок к этому. Всё. Ветрыки уничтожены. Противники теперь будут потихонечку протухать. И осталось только добить оставшееся здание. Уже игнорирую буквально всё. Красота. Хотя, если честно, на самом-то деле я больше не знаю, что здесь ещё можно делать. О. Тут солдатики стоят зачем-то. Мм? Хе. Стоит Харвейсер, не знает, чего ему делать. Несчастный, непрекаянный, весь такой. Так. Что, я построю максимум турели уже или нет? Хе. Ладно, чёрт с ним. Послать всех товарищей уже в атаку, игнорировать всё остальное. Ну, благо, что база противника недалеко, так что можно развернуться по максимуму. Хотя, чего я туплю в самом деле? Развернуться по максимуму. Ну, действительно. Так. Построить фабрику там же, там же штамповать уже турели. Так. Это же просто гениально. И просто. Даже думать не нужно. Где-нибудь её здесь сварганить, что прям уж совсем было рядом. Хотя, да. Придётся сейчас сначала погеморроиться немножко. Ой. С постройкой. Хотя, да. Если так подумать, если сейчас понастроить здесь ракетниц, то... Эти пушки просто поснесут, не так ли? Тогда нужно же строить сидж танки сразу же. Так. Фиг с ними, с ракетницами. Осадные танки тоже, в принципе, хорошо работают. Хоть, конечно, не так мощно, как девастаторы в будущем. Но до них ещё тоже нужно дожить. Так. Ладно. Ой. Нихрена себе мой танчик снесло напрочь. Хех. Ну, ладно. В общем, сейчас понастроим. Всех нефиг на тени. Снесём уже до конца всех оставшихся. Хотя, можно и тут уже тоже не тупить. Что у нас тут имеется? Ракетницы. Пожалуйста. Посылаем, разносим до конца. Всё, уже дело времени чисто. Оставшихся пара минут, которые уйдут на то, чтобы достроить здесь немножко танков и разнести всех этих гадов в клочья. Так. Ладно, плевать, пускай они нас там бьют. Сколько хотят эти дурацкие пушки. Мне главное, чтобы был какой-то ток от моих действий сейчас. Да, разносить уже всё в клочья до конца. Так. Угу. Это то же самое здание, пожалуй. Ну, опять же. Под конец битвы уже, когда начинаешь чувствовать себя всем таким крутым и неуязвимым, конечно, уже пропадает сильно желание как-то всерьёз стараться воевать по-настоящему. Думаю, что всё, тоже такой весь крутой себя, понимаете ли, повелитель мира. Так что, конечно, из-за кого-то тебе не писано, ты можешь разносить всё к чертям. Но, конечно, это не очень правильная тактика. Потому что противники всё равно нас-таки будут подрючивать немножко. О, вот спасибо хорошему Квадику, который бьёт свою же пушку. Все бы так делали, и цены бы вам не было. Блин, а вот то, что мой танк бьёт моё здание, это уже не так приятно, конечно. Так. Чё-то всё ещё взрывается где-то. А где, интересно? Тут вроде бы ничего не происходит. А, понятно, понятно. Это Квад здесь поработал. Хех. Досносил таки до конца. Ну, хорошо. Так. Нет-нет-нет, не стреляй, не стреляй, не стреляй, скотина, а. Эх, бедные мои здания. Так, ладно. Благо, что, опять же, потухание зданий так и так, оно практически восполнимое. Правда, противники всё ещё могут постараться и починить... О, отлично. Могут ещё постараться и починить свои здания, даже до зелёной полоски, если захотят. Но, понятное дело, что для нас это не так важно. Так, ладно, чё мы имеем? Все старшиеся ресурсы уже потратить, просто чисто на эти бесполезные метания туда-сюда. Так. О, отлично. Давай, чувак, стреляй по своему зданию тоже. Блин. Плохо получилось, к сожалению. Ну, ничего страшного. Так. Поливать. Ломайте сколько хотите. Хе-хе. Ой. Хотя боюсь, что в следующих уровнях такая тактика уже не прокатит. Ну, это я просто чисто ради эксперимента, по сути, это сделал. Дальше-то я постараюсь уже немножко поумнее быть. Ммм. Наконец-то. Дальше. И почему они так сильно дрожат за свои несчастные танки, если у них всё ещё есть танки, имеется в виду, хранилище для Спайса. Если у них всё ещё есть, это, как они называются-то, завод переборки Спайса, в котором тоже может храниться тысячу единиц всей этой хрилотенией. Кстати, если ракета ударит по переносчику в тот момент, когда он забирает машину, то переносчик сдохнет вместе с машинкой, собственно. Это будет очень печально. Ну, я, конечно, надеюсь, до такого не дойти. Всё-таки. Так. Кто-то там царапает, царапает упрямо. Это моё огромное тяжёлое здание. Хотя, конечно, да, чего тут расслабился-то. Сейчас все ресурсы потрачу, пойдётся ждать ещё, когда я смогу наконец-то дофармиться, так сказать. Вот, всё, отлично. Теперь, ну, ничего не будет ломать. Красота. Давайте, давайте, давайте. Ну, уже два шага буквально осталось до победы. Хотя нет, тут они чинят уже здание. Нет. Надо будет пересмотреть свою бессмысленную тактику. Так то, что совсем-то тупо всё получается в итоге. Блин. Загнись уже, гад. Какого хена туреля вечно высказать? Ракетница переключается вечно куда-то не туда. Ой-ёй-ёй. Так. Всё, можно уже строить ракетницы до самого конца. Их уже никто не снесёт. Ну, в общем, в целом, конечно, сама по себе мысль о том, что можно содрать все ресурсы с карты и оставить противника без них. Ну, там, понастроить себе танков этих самых и всё. И загрязли там 1015 ресурсов, лишив противника голевого поддержки вообще финансовой. Тоже хорошая мысль. Ну, правда, конечно, глупая сама по себе. Потому что легче, по идее, всё-таки просто следить за уровнем добычи спайса противника и уничтожать хорвестеры. Но это тоже само по себе довольно трудно. Потому что, опять же, посылать тяжёлую технику невыгодно. Она будет ломать ресурсовые поля. Так. Заставляет противника постоянно менять, соответственно, свою гислокацию. Вернее, его хорвестеры, имеется в виду. Так. Всё вместе добить уже. И радоваться. Да, ушёл уже тарадомный траектория полёта ракет иногда. Как-то странно работает. Так. Не всегда, конечно. Большая часть летят именно туда, куда тебе нужно. И попадают зачастую даже в такие маленькие объекты, как транспорт противника или пушки, зенитки и так далее. Ну, в общем, всё, ладно. Хватит отнести чпу-ку. Мы выиграли в этот раз. Но, конечно, нужно будет подумать лучше над своей тактикой в следующий раз. Победа. Да! Ты сделал это! Харкодены отступают. Какой впечатляющий успех. Ты, случайно, не заканчивал одну из межгалактических военных академий? То есть, они наняли вообще абсолютно неизвестно какого левого чела без опыта работы, без какого-либо прайс-листа и так далее. И задают ему вопросы после того, как он уже, по идее, сделал большую часть работы. Имеет ли он квалификацию, чтобы делать эту работу? Гениально, блин. Кстати, числа по добыче спайса такие классные пошли. Я уже 50 тысяч рублей потратил, оказывается. Главнокомандующий. Неплохо. Это еще даже не конец, я уже главнокомандующий. Эшлайкни. Что-то связанное с пеплом и тем, что как будто нравится нюхать пепел. Неважно, в общем, ладно. Пока удача на нашей стороне, но это отнюдь не повод расслабляться. Необходимо подавить сопротивление ордосов в секторе 7. Мы рассчитываем на тебя. Какой еще сектор 7? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это уже восьмой сектор получается, а не семь. Ну, если учитывать наш начальный сектор, то получится, конечно, семь. Ну, ладно, фиг с ним. Ультратанк очень эффективен против вражеских войск и строений. Да, наконец-то пора и от Рейдеса проявить свою уникальность и послать в бой свою уникальную машинку Соник Танк. Да, прекрасно. Разумеется, даже если смысл упоминать то, что Соник Танк ассоциировался у меня с детства исключительно с Соником Ёжиком. Хоть понятное дело, что здесь принцип действий несколько разный. Потому что Соник так визжать не умеет, как этот Соник Танк. Так, ну, ладненько. Как обычно, по стандарту хотим послушать ругань нашего любимого Кирюши, как он меня отругает, отшлёпает. Это было бесчестное поражение от рук самого себя. Боже мой, какое ужасное поражение. Если это произойдёт в следующий раз, мы будем вынуждены попрощаться с тобой. Да. А что, я же, может быть, заканчивал одну из бежгалактических командированных академий, что вы хотите-то? Я очень даже квалифицированный. Это случайно получилось. Ах, ну ладно, ладно. Так, здесь уже даже думать не нужно. Тут две базы однозначно будет у противника. Надо ещё надеяться, что не три, не четыре, не пятнадцать. Так. Ладненько. Опять же, потому что там выдают самое устаревшее вооружение с самого начала. Нам ещё нужно довольно сильно помучиться. Теперь уже две тысячи ресурсов. Если мне не изменяет память, две тысячи это максимум. Больше уже давать не будут. Ну, точно не помню, конечно. Может и будут всё-таки. Не так важно. Так. Ну, как обычно, понятное дело. Начав с постройки одного виндтрапа и двух рефайнери. Мне всё равно скоро придётся пересесть на английскую версию. Так что я заранее привыкаю к этим названиям. Я не помню, с какой миссии начинаются глюки в этой шедевровской версии игры. Мне, конечно, не охота пересаживаться на английскую. Я уже как-то привык не переводить, а просто читать. Хотя, впрочем, не проблема. Может быть, просто выписать себе реплики из этой версии. И играя в английскую, просто считывать их с бумажки. Да и всё. Реплик же немного совсем. Так что это не сильно большая проблема. Чё-то разнылся-то. Так что, ладно, ничего страшного. Выгоняем, пожалуй, на песочек эти танки. Или нет пока что. По идее-то, обычные танки нам уже всё. Без надобности. Нужны только Сидж-танки. Ну, посмотрим. Так. Уже Старпорт доступит с самого начала. То есть, я могу при желании построить его и нагрести его больше шмотой таким образом. Кстати, я забыл упомянуть в предыдущей серии то, что нам начинают присылать как-то рандомно подкрепления. И нам, и противников одновременно. Правда, я так и не смог понять. Ну, то есть, подкрепление случайно прилетает носитель и выносит там 2-3 единицы тертики. Одновременно как нашим, так и противникам. Причём зачастую буквально у меня под носом высаживают противников или за спиной как раз-таки. Что тоже довольно-таки сильно огорчает. Так. Ну, в общем, я так и не смог понять, в чём он состоится. Алгоритм появления этих войск. Они сами по себе появляются рандомно. Или это зависит от количества купленных перевозчиков. Или от чего-то ещё зависит. Хрен его знает. Так. Ну, ладно. Пока что, главное, обеспечить себе поддержку ракетными турелями. Вот, всё, пожалуйста. Постройте одну станцию. Дождаться, пока они сейчас несут мне спайсик сюда. И, блин, самое обидное, что поле со спайсом находится там, где находится... Где будет находиться основная арена для сражений с противником. Так. Ну, и, в общем, да. Так, как обычно, придётся пропустить оставшуюся часть возведения базы. Потому что, как я уже сказал... Ай, это, во-первых, чтобы сильный летсплей не затягивать. Мне же придётся проводиться все три дома и его... И проходить игру. И, во-вторых, чтобы, опять-таки, не разбудить здесь нудятину лишнюю. Всё-таки сражение это более интересно, чем вот это вот... Эм... Выдерживание обороны, осады, всё, все дела. Да и понятное дело, что противники в осаду всерьёз-то не идут. На самом деле. Да и тем более, у меня теперь есть одна базука. Да и в целом, конечно, хоть мне всё ещё продолжают подсовывать только морально устаревшую технику. А современную нужно строить самому лично. По-другому не получишь её. Но ничего страшного. Так, с этими-то красавцами мы, в принципе, выдержим всё, что угодно. Хотя, глядя на иконку этого сиидштанка, я бы предположил, что это и есть ракетница. Уж очень похоже. Эти стволы, возведённые вверх. Хм. Ну, танца, конечно, немного, на самом-то деле. Ладно, фиг с ним. Пока что потерпим. По крайней мере, в этот раз меня уже не будут палить с самого начала боя. И можно спокойно дождаться, пока там противники подождут немножко, выдержат паузу, скушают твикс. И только после этого начнут посылать на меня своих человечков и прочие машинки. Так. Ну, в общем, да, можно не волноваться. Первая стадия уже проходится легко за счёт того, что сразу же после постройки аванпоста нам даются ракетные турели, которые даже не нужно апгрейдить. Потому что они уже есть у нас. Это, разумеется, выгодно и удобно. Так что, да, вот здесь сейчас построю, скорее всего, ракетную машинную базу. И вот окружу её хорошенько по периметру турелями, как я это обычно делаю. Может быть, это и глупая стратегия. Может быть, это и правда глупая стратегия. Потому что, по идее, нужно строить подальше как раз-таки этот завод машинок, как раз потому, что противники будут стараться идти к нему. А не стоять издалека и палить в него вот с такого расстояния, на котором ты ещё не факт, что до них дотянешься. С помощью своих ракетных турелей. Так что, я даже не знаю, по идее. Или мне нужно просто вынести турель куда-нибудь ещё вот сюда, например, и вот сюда вынести турель, чтобы они могли доставать с разного расстояния противников. Потому что турели, они никогда не являются приоритетной целью противника. Он будет стараться атаковать либо вражеский юнит, который его атаковал, либо... Собственно, завод по производству машин. Ну или на данный момент, разумеется, это строительная база. Пока что. Это, конечно, мне в плюс всё ещё. Такая выгода. Кстати, да, по идее, вообще проще посылать всё-таки сначала сюда. Пускай они тут сначала сделают все ресурсы уж. Прежде чем начнётся основная боёвка и мясо. Тут вот сколько всего вкусного. Я не хочу потерять лишние пару тысяч кредитов и так далее. Так, ну в общем, тут, конечно, всё уже более-менее понятно. Теперь отстроиться немножко, и нас уже никто не сможет захватить, а снести так просто. Благо, что дворец сам по себе с харконовским супероружием появится только на следующем уровне. До него ещё тоже нужно дожить. Теперь мне придётся придумать, конечно, что-то более интересное. Потому что предыдущий опыт, который я сейчас пытался провести, он, конечно, у меня довольно хреновенько получился. Я это не отрицаю. Так, построить ниже её или построить здесь? Да хрен он знает даже. Построить, наверное, пока что. Ой, побольше плиток. Чё, мне жалко деть денег, что ли, на них. Просто хочу убедиться, что я правильно организую оборону. И мне не придётся строить там 50 турелей различных, чтобы только убедиться, что меня никто не стесёт так просто. И никто не будет расстреливать из зениток издалека мой завод по производству машинок. Естественно, верхнюю часть завода оставить открытой и так далее. В общем, 666 кредитов у меня осталось. Чё-то мне кажется, это довольно не самый лучший, не самая лучшая примета для данного боя. Ну, впрочем, ладно, не буду каркать. Может быть, как раз здесь играть зависнет, потому что тут число 669, который, фу-то, 666, которое, в общем-то, по факту ничего не значит. Просто одни домыслы. Ну, ладно. Домыслами и живём, если подумать. Так. Ну, вот и всё пока что, в принципе. Турели построены, защита обеспечена начальная. Сейчас начнут отстраивать на вот этом вот маленьком качке земли все оставшиеся здания. Выстраивать их в длинную кишку, раз уж так мало места нам выдали в этот раз. Ну, вон, тут вулканы и островки уже находятся эти. А тут строится невыгодно просто. Потом противники начнут ещё сюда атаковать. Мне это как раз таки неудобно будет ещё и там оборону строить. И нужно постараться, конечно, не захламлять всё сильно зданиями. То это может мне ещё плохо сыграть, сыграть плохую шутку. Хотя, в принципе, мысли опять-таки хорошие. Снёс любое вражеское здание, построил своё. Враг больше не сможет ничего построить. Да. Нужно будет это учитывать тоже, конечно же. Так. Ну что ж, ладно. Скоро продолжим. Пока что нужно ещё, конечно, будет подкопить ресурсы хорошенько. Убедиться, что мы здесь соберём всё, что можно. И, в общем, добывать как можно больше всего самого вкусненького. Или же противники начнут посылать войска, когда я построю фабрику. Да чёрт его знает. В любом случае, я постараюсь отразить это всё дело и разработать хоть какую-то тактику. Хотя, разумеется, ничего не обещаю. Что получится, то и получится. Ладно. Скоро продолжим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!